О русско-украинском шерпе знают далеко за пределами двух стран, ведь 7 лет назад конструктор Алексей Горгашьян придумал вездеход с хитрой пневмоподвеской, которому не страшны ни грязь, ни брод, ни крутые подъемы. Позже права выкупила украинская компания и прилично улучшила конструкцию и дизайн. Еще круче то, что изделие получилось самобытным. У граненого почти 3,5 метрового шерпа отсутствуют свесы, а дверь в салон расположена на носу. Полуторалитровый дизель, несмотря на 44 силы, натурально тащит, позволяя развивать на воде 6 км в час. При желании можно выезжать прямо на льдины. Некоторые могут назвать дизайн вездеходов футуристичным, некоторые обозвать эдакой коробчонкой на четырех громадных колесах. Но конструкторы делали основной упор не на внешность, а на его возможности в условиях бездорожья. Этому способствуют специальные шины низкого давления с поперечными грунтозацепами, которые легко передвигают автомобиль по различной поверхности. Снегу, болоту, воде, а также помогают преодолеть преграды высотой до 70 см. Для успешного преодоления водных преград кузов автомобиля сделан герметичным, в тандеме с огромными колесами, которые выступают в роли водного движителя. Такой кузов превращает конструкцию в лодку, скорость которой не слишком велика, но тем не менее позволяет преодолеть любые водные преграды и делает вездеход универсальным средством передвижения. Добиться завидной маневренности удалось и благодаря необычной схеме бытового поворота, применяющимся с основным только на гусеничном транспорте. Заблокировав колеса с одной стороны, вездеход может развернуться практически на месте, а эта возможность очень ценится в тайге и не только. Вход в кабину также удивляет, он осуществляется через лобовуху. Сначала это кажется не слишком удобным, но со временем привыкаешь, а иногда это бывает единственной возможностью покинуть кабину. Рама шерп сварена из труб диаметром 108 мм и кроме несущей функции имеет еще одно применение. Она служит своеобразным колесным воздухопроводом, через который осуществляется подкачка всех колес выхлопными газами. Конструкторы добились потрясающих результатов. На подкачку колес затрачивается около 30 секунд. Конструкция вездехода шерп рассчитана на эксплуатацию в экстремальных условиях, поэтому его создатели постарались применить в ней лучшие и проверенные разработки, используемые в отечественной технике, особенно военной. Гагашьян основную ставку делал на надежность и практичность, но где еще, как не в военной технике, можно найти подобные решения. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был Шофер Дэн, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok